Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие друзья, мы с вами поговорим о четвертом знаке Верхнего Зодиака. Это у нас Древо. Древо Жизни – это символ единения человечества. Это наша генететическая память, то сакральное пространство, где живы все мы. Древо, некогда существовавшие на земле, живущие ныне и те, кто придет нам на смену. Испытание того, в чьем гороскопе проявлено дерево или древо, как мы называем его, ярче всего описано в Библии в образе древа познания. Запрещено не узнавать, что есть добро и что зло. Осмешивать эти понятия, ведь именно за это были изгнаны из рая Адам и Ева. Вкусив плод, они принялись врать, сваливая вину друг на друга, на змея. Четко разделять добро и зло, и всегда помнить о своем роде, своей принадлежности к семье. Вот жизненный урок человека Древа. Древо – знак Верхнего Зодиака. Между Стрельцом и Козерогом находится Древо – это четвертый знак Верхнего Зодиака. Небесной аналогией этого знака является созвездие Кассиопея. Максимально сильно верхний знак Зодиака – Древо – действует на рожденных с 21 по 24 декабря. Верхний Зодиак – Древо с 15 по 28 декабря. Метафизический смысл Древа – соединение Нижнего Мира с Верхним, объединение разных миров, мировое Древо – остров всего рода. Это средоточие жизни, сила, формирующая структуру и отвечающую за ее устойчивость. За систему связей в ДНК, сохраняющая лучше обеспечивающая селективный отбор и жизнеспособность вида. Древо – знак Спасителя, Отца, Генома, Нации, всего вида. Люди, связанные с этим знаком, воплощают в собой высшую волю и силу центральную ось или некий стержень, несущий каркас. Окружающими они воспринимаются как эталон для подражания, как спасители-гуру и духовные лидеры. Высшая миссия Древа – эволюция души и тела, защита всей жизни на Земле. Древесные люди являются очистителями коллективной кармы, как в масштабе рода клана или целой нации, так и в глобальном общечеловеческом. Они несут в себе идею объединения людей и сплочения их усилий во имя выживания. Подопечные Древа сочетают в себе оптимизм, импульсивность, прямодушие и открытость огненного стрельца. И пессимизм, замкнутость, холодность и прагматичность, то есть совершенно противоположные характеристики, присущие земному козерогу. Подобный синтез элементов огня и земли, которым принадлежат стрелец и козерог, дает личность сложную для понимания, зачастую имеющую глубокие психические противоречия. Порой ей трудно обуздать свою страсть и контролировать свои внутренние порывы к эспансии. И вместе с тем человек, рожденный под знаком Древа, испытывает потребность борьбы со своими страстями, самоконтроля и самоограничения. Он вроде бы полон вдохновения и энтузиазма, его взгляд устремлен вширь, в космос, а душа рвется к Богу. Но при этом земная энергия козерога охлаждает его пыл, не позволяя ему оторваться от земли. То есть человек Древа всегда реально смотрит на вещи и не забывает о практической стороне любого дела, всегда помня о том, что дает пищу ему и его роду. Человек Древа имеет философский уклад и часто находит себя в самопознании мира, нежели в общении с людьми, предпочитая вести затворнический образ жизни. С годами он накапливает большой жизненный опыт и ресурс знаний, становясь уважаемым и мудрым наставником для окружающих. Известные люди, рожденные под знаком верхнего зодиака Древа, это такие персоны, как Людвиг Ван Бетховен, Иосиф Сталин, Франциск Первый, Эдит Пиаф, Леонид Брежнев, Эдуард Успенский, Стивен Спилберг, Екатерина Фурцева, Дмитрий Быков, Анастасия Вертинская, Ольга Аросева, Леонид Филатов, Самюэль Джексон, Лев Дуров. Я надеюсь, вам эта информация была полезной и интересной. Я люблю вас всех, дорогие мои друзья. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!